Первая раскатка. Представители 16 команд тренируются сегодня перед туром соревнований, который начнется в четверг в 8.30 утра. Здесь важно отработать все до мелочей, но самое главное понять, какой лед, изучить его состояние. Как говорят сами спортсменки, лед может меняться даже в процессе игры. И все же лучше, если удастся его почувствовать, ведь здесь в ледяном кубе, где тренируются кюрингисты, покрытие совсем другое, чем, например, у фигуристов и конькобежцев. Специальная заливка льда шероховатая, поэтому девушки прикладывают максимум сил, когда работают щетками. Здорово, что у нас появился вот такой сочинский каток, который нам остался в наследии после Олимпиады. Практически все соревнования у нас теперь проходят здесь, здесь же тренируются национальные команды. Правильно направить 20-килограммовый камень нужно не только иметь силу и умение. Важно просчитать, все точно выверить и не ошибиться. Шахматы на льду – так часто говорят про кюринг, который только с 92-го года считается олимпийским видом спорта. Физическая подготовка нужна, потому что очень важна выносливость, очень много надо тереть. Не сила в ногах, сила в руках и сила в голове, самое главное, в этом виде спорта. Соревнования продлятся пять дней. Для тренеров важно рассмотреть среди юниоров маленькую звездочку, дать ей шанс попасть в молодежную сборную, а для девочек важна поддержка. В четверг в 11 часов в Олимпийском парке в Ледяном кубе торжественное открытие Кубка России. Вход свободный. Елена Овсецна, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.